Народный суд по вопросу, Кроношпан да или нет в Уфинском районе. Суд основывается на фактах и основаниях. И мы, присяжные, должны решить, насколько они достоверны, и принять окончательное решение. Кроношпан — это крупное дерево, перерабатывающий комплекс, концерн, предприятия которой расположены более чем в 23, почти в 20 странах мира. Друзья, позвольте вам представить некоторую хронологию получения информации из иностранных СМИ, потому что вы сами понимаете, что раз предприятие иностранное, международное, то очень много информации расположено там. Где-то в середине июля я узнал, что под Уфой строят завод Кроношпан, и как бы поначалу не обратил на это внимание. Но после того, как прошли несколько митингов про народных сходов, было понятно, что народ не зря переживает. Тогда, при первом же запросе в поисковике, в интернете, появились ужасные кадры о том, как работает и ведет себя Кроношпан в других странах. На роликах было прекрасно видно, как в различных городах проходят крупные пожары, аварии, где тысячи европейских граждан выходят с протестами, где показано, как нарушена экология и здоровье людей, как матери плачут над своими больными детьми, болеющими легочными заболеваниями, как падает продолжительность жизни и так далее. Эту строчку можно продолжать и далее. И тогда у меня вопрос к каждому из вас. Подумайте, хотим ли мы такого у себя. Потому что если подобный завод, в тех странах, где этот завод уже стоит несколько лет, у нас же и в этом заводе еще нет. И мы должны задать себе вопрос, хотим ли мы этого завода у себя или нет, и дать на него ответ. Для того, чтобы представить вам полную информацию, информация очень большая. Вы сами понимаете, что факты должны быть достоверными. И поэтому, для того, чтобы быть предельно точным, я постараюсь зачитать те факты, которые удалось найти в интернете, на различных сайтах, в переписке. То есть информацию, которую вы, может быть, не знаете. Пойдем по порядку. Румыния, завод «Себич», основанный в 2004 году. Я не буду повторяться, но скажу, что производство примерно во всех городах практически похоже. То есть производство ДСП, ОСП, ДВП, плит, связующих смол и так далее. В статье «Кронашпан Кейс», подготовленная, что в переводе «Дело Кронашпана», подготовленная «Независимым центром развития природных ресурсов совместно с Независимым центром по защите окружающей среды», говорится, что предприятие серьезно нарушает действующее законодательство в области охраны окружающей среды и порядок получения разрешения на выполнение строительных работ. Их деятельность уже нанесла серьезный удар по экологии и здоровью местных граждан. Ответственные органы постоянно применяют санкции компании «Кронашпан». Однако вместо этого компания предпочитает платить штрафы. Большинство из них имеет символическую сумму и избегает процессуальных действий. Это также означает, что она продолжит отправлять экологию и значительно влиять на здоровье людей. Учитывая тот факт, что промышленная площадка «Кронашпан» расположена внутри жилого района города Себеж, а также в непосредственной близости к сельскохозяйственным угодьям, негативное воздействие выбросов сказывается на сельскохозяйственных угодьях, биокультурах, на поверхностных и глубоких слоях почв, а также на здоровье населения. При этом в постоянном уровне загрязнения «Кронашпан» неоднократно превышал допустимые элементы выбросов газа и пыли. Далее по документам. В документе под названием «Отчет комиссии по специальному мониторингу источников загрязнения, вызванных «Кронашпан» Себеж и их влиянию на окружающую среду в период с 12 по 26 июня 2007 года эта комиссия была собрана Министерством окружающей среды и доставила отчет в администрацию города Себеж под номером 20.363. В нем на странице 10 было обозначено, что выбросы по М10 – источник раковых заболеваний превышены в три раза допустимых пределов, установленных согласно ОМ-592-2002. В заключении говорилось, что ежедневные выбросы химических веществ достигают 36 миллионов кубических метров, что составляет в год 436 миллионов кубических метров. Таким образом, за последние пять лет в атмосферу города Себежа было выброшено более 2 миллиардов 180 миллионов кубических метров веществ. В процессе производства выделяется от 1000 до 5400 килограмм древесной пыли диаметром менее 10 микрон. Это также известный источник раковых заболеваний, как было сказано. Выброс в объеме 5400 килограмм был зафиксирован, когда концентрация превышала в три раза предельно допустимую. Допустимый лимит составляет 1800 килограмм, а тут мы получаем цифру 5400. В городе Себеж за последние пять лет Кроношпан выбросил в среднем 1 миллион 600 килограмм древесной пыли ПМ-10. В этом же отчете также говорится, что проблемы с неконтролируемыми выбросами формальдегида и пыли были зарегистрированы в двух производственных цехах, где производилось прессование и осушение древесины. Через вентиляционную систему в крыше и далее в атмосферу. За период с 22 по 24 июня 2007 года были взяты замеры уровня содержания формальдегида в точке B. Допустимый лимит превышался каждые 30 минут. Также в отчете говорится, что ранее компания не выделяла никаких средств на защиту окружающей среды на своем химическом производстве. В августе 2006 года Кроношпан выбросил на городскую свалку отходов города Себеж, связующие вещества клеей, содержащие сухие, очевидно, формальдегидные смолы. Несмотря на то, что такие вещества очень опасны для окружающей среды и здоровья населения и должны размещаться в специальных отстойниках с полной изоляцией от контакта с окружающей средой. В данное преступление компании Кроношпан было раскрыто и предъявлены санкции инспекции по защите окружающей среды Environmental Guard. Кроме того, канализационная система Кроношпан подключена к городским очистным сооружениям, которые не работают. В результате все токсичные вещества с поверхности производственной площадки Кроношпан вымываются дождевой водой напрямую в реку Себеж, которая затем впадает в реку Мурес. Это два важнейших источника питьевой и поливочной воды в регионе. Далее, по выбросам формальдегида. 19 февраля 2008 года в 5 утра произошла техническая ошибка на действующей установке по производству формальдегида. Она привела к аварийной утечке примерно в 800 килограмм формальдегида. Эти выбросы формальдегида расселились по территории района и превысили допустимые выбросы формальдегида в несколько раз. Согласно образцам взятым в районе фабрики мороженого Альпин, выбросы формальдегида были превышены вдвое допустимых по уровню СТАС. При этом Кроношпан не сообщил экологическим службам об аварии, таким образом нарушив обязательства, установленные в экологическом соглашении. Номер длины зачитывать не буду. Инспекция по надзору за окружающей средой Альба Environmental Guard оштрафовала Кроношпан на 20 тысяч евро за сокрытие произошедшей аварии. С 18 мая по 03 июня 2008 года выбросы формальдегида на площадке Кроношпан в Себище превышали допустимые уровни 13 раз. Максимальный уровень, измеренный за этот период, составлял 0,53 миллиграмма на метр кубический. Максимальный допустимый уровень для защищенных зон, согласно СТАС, составляет 12 тысяч миллиграмм на метр кубический. Далее. Следующий завод в городе Брашев, там же в Румынии, в документе доклада о процедуре оценки воздействия на окружающую среду в результате противозаконных действий компании Кроношпан Брашев, подготовленный тем же независимым центром. В нем описываются события, мероприятия, процедуальные действия, произошедшие в период с февраля 2008 по июль 2009 года. Объем доклада освещает несколько нарушений директив ЕС, преобразованных в румынском законодательстве, и Международных конвенций ратифицированных Румынией. Наибольшую тревогу по этому делу вызывает то, что Кроношпан, Румыния, начало строительство заводов Брашевой, имея просроченное экологическое соглашение и недействительную лицензию на строительство. Несмотря на внушительную реакцию, более 7 тысяч людей Брашева, которые передали протестные письма и компетентные органы власти, последние не смогли должным образом предъявить санкции к заказчику. Хуже того, в то время как продолжались строительные работы, были проведены процедуры лицензирования и выданы административные акты для их легализации. Один из них был процедурный ВОЗ, выполненный Агентством по защите окружающей среды Брашев в период с апреля по июль 2009 года. Он сплошь был пронизан нарушениями с самого начала, начиная с отсутствия обязательной документации, необходимой для начала процедуры ВОЗ, до того факта, что строительные работы уже продолжались, и сам завод уже был частично построен, до процедуры неполноценных публичных слушаний, в ходе которых игнорировались основные права людей, доступа к информации и общественного участия обеспокоенных и затронутых проблемой людей в принятии решений. 7 июня 2009 года агентство Брашев, тем не менее, выдало экологическое заключение для дерево-перерабатывающего завода «Кронашпан». Следующий завод в городе Щеценик, Польша. Завод был 1989 года. Я вам зачитаю ответ от польских активистов, присланный от 31 июля 2013 года. Здравствуйте, Артур. Спасибо за ваше электронное сообщение. Размещенная совсем рядом жилыми домами компания «Кронашпан» в городе Щеценик с своим токсичным производством очень опасно для здоровья и жизни людей. Законодательство Евросоюзе было более строгое. Польские местные власти дали компании разрешение вопреки букве закона. В Западной Европе производственные гиганты, такие как «Кронашпан», работают по совершенно другой технологии. По данному делу мы обращались в Европарламент и Министерство окружающей среды Польши. Министерство лишило «Кронашпан» выданных разрешений. Наш протестный инциск зарегистрировал на суде, и это может занять очень много времени. Вы должны постоянно и громко протестовать, организовать общественные движения, чтобы остановить строительство этого завода. Иначе все будет гораздо тяжелее и более затратно. Мы лучший тому пример. Руководство «Кронашпан» будет обещать вам все, что вы хотите. Они будут говорить, как их производство безвредно, даже благоприятно для людей и окружающей среды. Они будут доказывать, что они используют самые современные технологии, скруберы от выбросов пыли, фильтры на дымовых трубах, и воздух будет чистым, как в лесу. Обещание и обещание, только обещание. Расходы на окружающие среды экономически невыгодны. У этой компании только одна цель. Более большие доходы для собственников. Собирайте письма, пишите письма мэру, вышестоящим властям. Боритесь, чтобы защитить свое здоровье и здоровье своих людей. Немножко позитива. После просмотра вашего видео, мы думаем, что вы победите. Вы хорошо организованы. Если вам потребуются какие-либо подробности или какая-то информация, обращайтесь к нам. Также, в официальной оценке от 17 апреля 2013 года, сделанным профессором Граховальски, экспертом из Краковского технологического университета, в ответ на мнение специалистов Кроношпана о том, что сжигаемые остатки производства – это биомасса, говорится, что сжигаемые остатки производства, содержащие различные смолы, не могут являться частью биомассы, что подтверждается экспертным заключением ученых из Казалинского технического университета. Далее, Англия. Завод Rexon рядом в округе Ширк, Уэльс. Завод 1970 года. Статья BBC. Фирма оштрафована на 60 тысяч фунтов за загрязнение. А 12 ноября 2004 года. Управление охраны окружающей среды заявило, что оно удовлетворено предъявленными штрафами корпорации Кроношпан, гиганту в области производства древесно-стружечных плит в городе Рексон-Уэльс, после того, как произошло загрязнение местных рек. В фирме, расположенной в городе Ширк, был предъявлен штраф в размере 60 тысяч фунтов стерлингов после признания вины в ряде обвинений в четверг. Четыре из них связаны с инцидентом в июле прошлого года, когда масло просочилось в реку Ди через прилегающий приток ручья. Компании предъявили 8 исковых требований, в том числе касающихся разлива реку Ди в 2003 году. Регулярное взятие проб показало, что в воде обнаружено наличие масла, которые потенциально могли бы повредить здоровье человека. Далее. Информация по заводу Кроношпан в Агрии была также взята с международного сайта dishplanet.com. В январе 2002 года компания Кроношпан была оштрафована на 60 тысяч фунтов стерлингов за сброс в вод в реку Брэдли. Компания признала совершение 6 правонарушений в период с 29 марта по 9 октября 2001-го, а также в последующих 4 правонарушениях, которые приняты на рассмотрение. Информация была распубликована в газете «Ливерпульда» или «Поуст». Далее. В марте 2002 года компания была оштрафована на 20 тысяч 500 фунтов стерлингов после того, как 8 тысяч тонн отходов лесопереработки вспыхнули на заводе в Ширке и горели несколько дней. Как предполагалось, огонь был вызван самовозгоранием данных отходов в процессе нагрева при скоплении газов. Завод также загорелся снова в 17 июня 2002-го года. Тогда пожарные бригады были переброшены со ста станции Северного Уэльси. В период с мая 2002-го по июнь 2003-го года пробы, взятые агентством по защите окружающей среды, показали, что Кроношпанники сбросили загрязняющие вещества, включая МЕГ, которые значительно превышали домустибные пределы в ручьи, впадающие в реку Ди. Что касается Англии, нарушений очень много. Просто хотелось бы, чтобы вы знали, что вся эта информация есть в интернете. Также хотел бы рассказать про Кроношпан в Соединенных Штатах. Штат Алабама, город Истабага. Статья под названием «Обвинительное письмо Алабамского департамента за контролем окружающей среды по поводу загрязнения и экологии компании Кроношпан», размещенная на сайте компании Анистар. В письме от Алабамского департамента за контролем окружающей среды, подписанной главой этого ведомства, Гленда и Дина, 13 декабря, говорится, что завод Кроношпан сбрасывал отходы, в том числе формальдегид, вычисленные сооружения Оксфорда в последние 4 года без получения соответствующего разрешения. И информация по заводу Иглава Чехии, которая буквально обнаружена была сегодня. Статья под названием «Иглава. Завод ДВП Кроношпан» размещен на сайте природозащитной организации «Орника». Граждане неоднократно жанровались в инспекцию по охране окружающей среды и в региональный отдел здравоохранения. На запах шум и пыль. Но улучшение обстановки не наблюдалось. «Орника» произвела большой объем работы по изучению деятельности похожих заводов в других странах. Оказалось, что завод по производству ДСП в Чехии «Самый грязный». В конце 2005 года данные общего регистра загрязнения окружающей среды были опубликованы впервые. Данные по Кроношпан шокировали общественность. Оказалось, что 474 тонны атмосферно взвешенной пыли и 22 тонны токсичного формальдегида выбрасывалось из труб в завод ежегодно. По вопросам формальдегина... Артур, секунду. Понятно. Говорить? Подождите, вернуйтесь, пожалуйста. Вот судя какие, а? Рвутся прямо это. Расскажи про Асаная. Все. То, что нам привезли. То, что нам привезли. Кто не знает? Там, я так вижу, новые лица просто. Тот завод, который нам привезли, сейчас огласит и закончит. Вы сами понимаете, что продолжать дальше смысла нет, потому что информации много. И она, в принципе, похожа. Что касается завода, который собираются к нам привезти, который уже привезли, точнее. Завод Саная. Вкратце, в письме от 3 февраля 2012 года члену парламента Англии, господину Крису Грейлингу, от члену парламента Джорджа Ховарта, приводится краткая хронология событий на заводе Саная. 20 февраля 2007 года пожар начался из-за утечки масла. 12 ноября 2007 года пожар. Пожар произошел в главной дымовой трубе. В ходе осмотра механики обнаружили дым во влажном электростатическом фильтре. Далее. 17 октября 2009 года пожар. Произошел в больших бетонных бункерах, используемых для хранения перебетной древесной стружки. 8 июля 2010 года пожар. Пожар возник в наружном стальном бункере, используемых для хранения древесной стружки. 13 октября 2010 года пожар. Неиспраздность электропроводки. 7 декабря 2010 года происшествие с двумя погибшими. Вы, может быть, слышали, когда двух рабочих затянуло в конвейер. 9 июля 2011 года пожар. Крупный, который длился несколько дней. 6 августа 2011 года смертельный случай, когда работник был зажат бетонными плитами. 19 часов января пожар и взрыв. У него очень много. Спасибо, Артур.